Пожалуйста, если есть вопросы, можете задавать, представьтесь только сначала и потом вопрос. Можем, Максим? Десант Грузов, свободная зона. Максим, у меня вот такой вопрос. Сейчас у вас идет война, вы говорите о том, что население помогает армии, но в то же время, знаете, как тут в Украине это происходит? Часть региона фактически охлаждена войной, и фактически на территории Украины идет война. И в то же время большая часть населения никак в эту войну фактически не уничтожена. Люди опять же продолжают жить, войны не чувствуют. Есть ли какие-то подвижки к тому, что все должны понять, что в Украине не где-то там периферийная война, а идет война государства, как и государства? На самом деле есть ли какие-то подвижки в этой области? Спасибо. Ну, во-первых, в Украине большинство граждан понимают, что в стране война. Во-вторых, дело в том, что некое непонимание, как вы говорили, это и есть одна из отличительных сторон самой гибриды. То есть нет прямого военного вторжения, а значит нет военного. Но все понимают, что за этим скрывается. За этим скрывается настоящий военный действие. Что еще? Извините, просто можно. То, что до сих пор Украина не прервала дипломатических отношений с Россией, это как-то способствует? И если припосылки к тому, что в конце концов прервутся эти отношения, и как-то повлияет вообще на страну? Возможно ли? В этом одна из самых главных ошибок, прежде всего, руководства страны. Как вы знаете, у нас даже президент является собственником большого бизнеса. Одна из его шоколадных фабрик находится в России, в Липецке. И он пока не собирается сворачивать производство, либо какие-то отношения с Россией. Бизнес идет, бизнес и процветает, все нормально. Можно ожидать активизации Сархашика против поручика, и зато может быть поручика, и с Россией? Активизация Сархашуя, он очень агрессив, И вот из-за того, что в России есть интересы в России, то есть акт ареста одного из судов, и тесно связаны с бизнесменом с Россией, и теперь президентом. Я думаю, что арестовываться в Кашвире, допустим, на территории Украины не будет. А хочу ли арестовываться в президенте Украины? Президента Украины тем более. Что касается, я не могу вам, честно говоря, конкретного вопроса, но я попытаюсь ответить. Дело в том, что, как я уже говорил, бизнес – это, собственно, какое-то материальное благополучие. Как бы у нас не пытались отсоединить два понятия – политику и экономику, политику и бизнес, точнее. Но руководство Украины – президент, который бизнесмен, он олигарх. С этим ничего не поделаешь. Это многие ему ставят, как бы… Многие это критикуют, многие говорят, когда что уже продашь свой бизнес, опять же, но пока подвижек никаких нет. Что касается дипломатических связей с Россией – то же самое. Многие советовали прервать, многие говорили ввести визовый режим с той же Россией, который сейчас у нас отсутствует. Граждане России могут свободно приезжать по своему же паспорту, а не забыть в Украину. И это, опять же, чревато поддержкой сепаратистов. То есть, да, многие знают эту проблему, многие критикуют, но руководство страны пока ничего не было в ошибке делать, к сожалению. Уважаемый, уважаемый, связь бизнеса и с политикой. Нас хочу на информацию, естественно, подброшено с Российского СНИК. И это не такая мысль. Как бы тесные связи, где, казалось, политиков, высшее решение с российскими политиками, могут разыграть, а, по сути, разыгрывание объединенного сценария. Два-три дня прекращается подача транспортировки углеводов, чрево-группы на Европу. Чем могут повлиять на экономику? Такой сценарий. Насколько вам кажется реальным? Это вы уже здесь. Я хочу сказать, что в 2008 году на правительство Азербайджана лично хамалило, оказывалось сильнейшее. Чтобы не оказывалось больно, короче. Но, несмотря на это, продолжалось. Вы знаете, даже бомбардировщик, который прорвался, положил две бомбы, да, бомбардировщик? Да. Трубокровал слева и справа на Селеприщино. То есть это тоже было это произведение. Но, несмотря на это, помощь продолжалась. Сейчас, что сказать? Сейчас, что по Лигарскому? Наверное, капиталы перетекли, наверное, с Запада в Россию. Да? Личные капиталы. Поэтому, может быть, такого типа давления, что, да, там, прекрати помощь и так далее. Но, я не знаю, насколько, то есть, как должна быть, какой должна быть ситуация. Гораздо важнее для них сейчас не там, чтобы, а вот просто Грузию, Армению, пойдем загнать Евразийский Союз. Вот. Это реальная вещь, которую будут делать. Для этого и учения проводятся, и демонстрируется это. А повод будет именно в Туркменский ГАЗ, который теперь... Это стратегия России, понятно, у России свои интересы, это понятно, и ничего с этим не подделано. То есть, главное, насколько реально использование нас в качестве ресурса против друг друга. Армению, я не буду против друга. Нет, но это всегда используется, и будут использовать, и демонстрируется, и демонстрируется. Тем более, вот борьба против наук, это не означает, что их не раздражают другие маршруты. Совершенно справедливо. Совершенно справедливо. Совершенно справедливо. То есть, в принципе, этот регион, он пока еще спорный. То есть, в отличие, скажем, от Прибалтики и так далее, вот этот регион, он все же на 60% под влиянием России находится, а 40% – Запада, да? Но эти 10% они играют. То есть, то туда, то сюда. Ну, в принципе, все программы завершили, восточное партнерство. Армения, Азербайджан отказались подписывать документы. Грузия подписала, но большого от этого тоже, так сказать, прорыва нет. Украина подписала, Молгова подписала. Вообще, лидер-лидер движения в Европе – это Молдова, как ни страна. Не Украина такая большая, а именно Молдова. То есть, они там поэтапно делают шаг за шагом и получают, кстати, шаг за шагом от Европы. Спасибо. У вас был вопрос. У меня сейчас я имею право на вопросы, на комментариях. Да. Да, можно. И Владимир Мишев, независимый журналист, значит, Азербайджан. Вот сейчас вы, анима, спросили насчет Азербайджана, насколько Азербайджан зависит от России. Я бы сказал, что Азербайджан – это с виду интервью Европы, на самом деле, намного больше он зависит, чем мы думаем. Потому что это показывает все события. Вот это, конечно, мое субъективное мнение, конечно, можно не согласиться. Вот в 2013 году, когда эта тема началась, Евразийский союз, в общем, мы чувствуем, есть всегда в другом формате. Азербайджан, хотя тогда не хотели, когда охотно идти в эту сторону, в тот же период в Москве устроили биржевские события. Как будто там Орханзе Ямалов там убили в Москве, в общем, там какой-то королева Магор появилась, с Акратисом перед камерой. И в то время очень в азербайджанской общественности очень много аналитиков были. В это время я подготовил аналитический фильм «Талина русская» на эту тему. Ну, очень большие угрозы, я помню, после этого. После этого «Аклипмаш» в общем. «Таргас» туда уже не получил. И вот в последние времена, вот, наблюдая за всем событием, которые происходят в Украине, в России, в Грузии, вот, тянули очень хорошую проблему затрону, которую, не знаю, может, многие не заметили или не хотят заметить. Вот, и все мы знаем, что в Грузии живут очень много национальных меньшинств, в том числе и самые большие здесь азербайджанцы, и в том армяне. И вот, элементарно, Россия как это все время делает? Сначала ставит свои вирусы, свои, как бы, очаги, а потом потихоньку-потихоньку в таком мало, таким темпом делает, что вообще вдруг, поскользнулся, упал, потребляя сознания, в чем садись. И вот 9 мая готовится к великой победе над фашизмом. И в то же время, 9 мая, в прошлом году мы помним, что и армянская община хотела в Тбилиси отметить День освобождения Шуши. Но, как мне говорили армянские правозащиты, которые в Тбилиси живут, чуть ли это там не было столкновений между азербайджанцами и армянами. А у никого нет гарантии, что в этом году Россия это как-то не будет делать поле так обогащенными. В прошлом году был он Уран, а в этом году будет ядерное оружие. А если это столкновение будет, ну, Россия очень хорошо будет этим воспроизваться. Тальше, российские тут миссионеры очень сильно работают в регионах, особенно в Квенкарте, в Чабахетте. И они ведут, как бы, кем уже говорил, и, как бы, такое просвещенное деятельность. В общем, они помогают бедным обучать русским языкам. И именно это в то время, когда грузинское правительство начинает и обучать национально-зумеющиеся грузинскому языку. И в то же время грузинское казачество вот эти вопросы начинают. Вот, пожалуйста, скажите мне, когда в Грузии было казачество? Танец строителей была тамана или тамана? Трестанция Тадашвили сегодня генерал-казачев войсок. Хотя, то есть, это очень прекрасно. Да, если и грузины, такие же казаки, и какой же китайский император? Как-то я... Можно конкретный вопрос задать, если у вас есть и потом... Нет, я просто хотел комментировать и ему, и сказать спасибо вам и организаторам. Все, но... Единственный вопрос, вот вы, партологи, в чем видите вот выход из ситуации? Что должны предпринимать азербайджанское правительство, грузинское правительство? Вот про Белоруссию говорили. Патька от отличий грузинских и азербайджанских правительства, он Белоруссию не продал. С актрисой продано, в Азербайджане все продано. О каких-то национальных интересах можем говорить. А вот вы в чем видите выход из ситуации? Вот так, скажем так, Россия вот прямо завтра начинает войну. Как мы будем активаться? Партизанской войной. Или объединимся. Или вообще скажем России что-то не успокойся, мы сами друг друга будут. Переречим. Адрина Петриаршина, Ассоциация журналистов «Гендер Медиа Кавказ», Грузия. Еще раз. Я не меняюсь. Вопрос следующий. Мы видим, что это гибридная война, это факт. То есть, я попытаюсь коротко сформулировать вопрос. Если наступление идет по-иному, то есть гибридная война это что-то новое, да? То сопротивление каким-то образом тоже должно трансформироваться. Вопрос, как вы видите вот это, что могут атакуемые страны сделать по-другому. Кроме того, чтобы тупо вставить под ружье, выкопать окопы и залечь там. Вот так. Я попытаюсь что-то добавить. Галина, вы совершенно правильно заметите, если война идет по-другому, нужно по-другому отвечать. Есть военная доктрина Грузии, которая принималась еще при прошлой власти. Она не особо изменилась при новой власти на самом деле. Но в ней вообще не установлен никак абсолютно изменение ведения войны от самого вероятного противника, которое там написано, это наш северный сосед. Мы знаем, кто противник, мы не закрываем на это глаза, вероятно противник, конечно. Но мы не готовы к тому, чтобы отвечать новым вызовам. В первую очередь нужно проанализировать ситуацию в Украине четко, шаг за шагом. В первую очередь в Крыму, что происходило. Понимать, что то же самое уже началось в Грузии и отвечать соответственно. Пока что этого не происходит, пока что мы закрыли глаза, мы притворяемся, как будто ничего не происходит. Почему это происходит? Потому что эти люди делают это специально, исходя из каких-то своих интересов, потому что у них не хватает компетенции делать это, потому что они просто в силу какого-то природного недомогания этого не понимают. Это другой вопрос. Вопрос в том, что это делать надо, нужно изучать, создавать ответный механизм. В первую очередь бороться с теми миссионерами, которые проповедуют возвращение назад Советский Союз. Это не значит борьбу со свободой слова или борьбу с чьей-то точкой зрения ни в коем случае. Это означает ответ на вызовы новой гибельной войны. И немаловажно рыть окопы и вставать под ружье тоже нужно. Если ты отпускаешь своих талантливых офицеров, и ты не даешь им никакой стимул служить своей армии, как в свое время происходило в Украине, когда талантливые офицеры видели, как их армия разваливается на глазах, ты не можешь от них требовать, чтобы завтра они воевали за тебя на Донбассе в этом случае или в Грузии. Ты, конечно, можешь требовать, но воевать этой затея не будет. Поэтому и окопы надо копать, и под ружье остановиться, и смотреть, что происходит в Украине, и брать туда уроки. Можно этот пункт? Конечно. Дело в том, что гибридная война – это не война, которая происходит сразу. С бухты-барахты ввели войска и все. И вот от этого точка отчета и введения войск. На самом деле, вот войск завуалированных – это вот последний этап. Это происходит на последнем этапе. Первый этап – это подготовительная информационная война, которая ведется не один месяц, многие годы. В данном случае у нас в Украине 15 лет прошло. За 15 лет руководство страны могло бы сделать все, чтобы принимать информационную войну и военное вторжение. Для этого нужно было проводить реформы, экономически расти. Реформа армии. То есть, должны были быть какие-то конкретные действия, которые не были сделаны теми или иными руководствами странами. Про Евголич я вообще молчу, который просто сдал страну России. Еще хотелось бы давать. Гибридная война – это не новое понятие. Гибридную войну использовали еще в Треннем Риме. Поэтому все мы можем проследить исторические моменты. Та же самая Германия во время Второй мировой войны. Вот. Понятие довольно-таки известное, даже понятное. Если знать врага в лицо, можно знать, как ему противодействовать. Еще пару минут. Если можно, я тоже сказал. Дело в том, что этот, с одной стороны, удачный техник, с другой стороны, неправильный. На самом деле, уже длительное время происходят войны нового типа. Они основаны на понятии хаоса и порядка. То есть, создается состояние хаоса. В этом состоянии хаоса есть специальные аттрактанты, то есть точки притяжения. Их роль используется для подрыва порядка, который существует в стране, в семье, не имеет значения. То есть, любую структуру можно таким образом уничтожать. Цветные революции, арабская весна – это пример вот этого нового типа войны, который ведется на информационном уровне в начале. то есть, сетевые системы создаются. Через сетевые системы за короткое время достигается максимальный успех. Люди, которые владеют этой техникой, технологией… Мы сейчас хотим провести в Азербайджане конференцию по безопасности и будем как раз об этом говорить. Маленькие страны не имеют значения. Те, кто владеют этой технологией хаоса и порядка, они могут против очень больших структур тоже достаточно удачно воевать. Там есть целые технологии, знания которых позволяют. И еще хотел вам напомнить, что маленькая Чечня… Маленькая Чечня… Они говорили, что Чечня две победы одержала. Информационные победы. То есть, они использовали вот эту… Мавлазе… Удогов. Удогов. Да. Он, кстати, исчез, он уехал и там не достался. Он великолепно ввел именно вот эту… Эту… А это только часть вот этой, так сказать, информационной даже вот этой общей войны. То есть, сейчас, конечно, гораздо больше вещей решается за счет технологий, за счет сетевых структур, за счет того, что простые люди имеют возможность объединяться путем интернета. Можно мобилизовать людей очень быстро. направлять, давать им какие-то задания, через сетевые эти выясняется. Вот эти все структуры, которые сегодня созданы, Facebook, еще что-то там есть. На самом деле это собирают информацию о людях. То есть они знают, кого и как можно мобилизовать. То есть вот зная, какие силы у тебя в стране есть, и можешь просто знать, куда их, как их использовать, как с ними действовать. Вот это важная вещь. То есть мы, страны Южного Кавказа, очень опаздываем в этом отношении. То есть мы были объектом манипуляции за счет этих революций, но сами мы еще, то есть вот или в случае для укрепления государства, или для укрепления общества. И общество, ни государство ничего не делает, чтобы использовать эти новые технологии. Здесь я прошу. Здесь, Али, может, только оба вопроса, как вы уже говорили, с точки зрения противопоставления стран Южного Кавказа. Вот сейчас я поназаду, что после того, как появились военные грузовики на улицах Белизии, некоторые азербайджанские СМИ подняли эту тему и раздались разговоры о том, что фактически новое правительство Грузии предает азербайджанам. Были спекуляции о том, что... Нет, спекуляции, были подозрения о том, что это всего лишь, как бы сказать, как зонду. Смотрели, как проагируют населения, опустят ли военную технику из Грузии в аэропормию для противостояния с Азербайджаном. Вот сейчас, каковотно, стихлил, стихлил, стихлил этот ажиотаж в Азербайджане. То есть как сейчас относится к Грузии? И что видят в Грузии сегодня? Партнера или того партнера, с которым нужно так осторожно быть, можно укусить в любой момент? А вот... То есть произошло ли столкновение реально? Или все-таки осторожно... Нет, я думаю, что характер отношений властей, он определяет очень много. То есть и Шаварнадо, и Саракашвили были гораздо ближе, да, чем это. Линичная власть в Украине. Потом, там, видимо, были еще какие-то свои интересы личные, которые сейчас как бы вот... И Иване Швили, по-моему, он сказал, что мы... То есть они что-то предлагали, чтобы там подзаработать, да, скажем? Грубо говоря, так. И... В общем, грузинские власти не пошли, да? То есть отношения эти наверху пока еще недостаточно. Это такая шутка, все равно. Доквер в том, что если мы, если мы говорим о гражданском обществе, при том, мы включаем там политически мотивированные партии, не вне зависимости от моих личных политических симпатий, любая партия, будь она коммунистическая, а национальное движение или союз граждан Грузии, воскресшее внезапное звездо, я считаю, что неправильно в таком сенситивном регионе, крайне сенситивном регионе, как гопажные населенные этнические регионы, привязывать какие-то социальные важные программы к политическим интересам любой партии, правящей позиционной коммунистической. Ты ему хорошо не веришь, не поговори с Аранатом Диановым. Мы можем про проблему, радио приточить. Я верю, если они верю, что я не верю. Они вновь, они вновь, они вновь. А что, если вы на тихо, 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 тихо. Ну, говорим, я никуда деваюсь. Ну, не знаю. Пожалуйста, пора у нас есть? Мир, пожалуйста. Потом мы. Значит, о силе информационной войне уже на Западе уже давно осознали силу информационной войны. И недавно уже, где-то 2 недели назад, было разогрение, что Грузия, Украина, Молдова, Сербия предоставили отзывы для борьбы с информационной пропагандой России. Вот в Грузии, в Тбилиси, в регионах русскоязычных населений смотрят русские телеканалы. Я в Грузии живу, у меня в доме говорят информационные пропагандистические каналы, например. И население в Грузии смотрит эту пропаганду и от влияния этой пропаганды все-таки оказывает свое влияние. Хотя есть недавние социологические опросы Айрайи, давно объективный и хороший снимок дают, что более 70% населения проевропейское и европейское настроение в Грузии довольно большие. И это довольно оптимистический след дает. Но все же, как вы думаете, это вот в СМИ, это, так сказать, информация о том, что вот сильная русская пропаганда в грузинской общественности, не думаете, что это дает более пиар этим силам, которые маргинализованы на сегодняшний день, реально в Грузии. И вы говорили, как сказали в Грузии, вы говорили, что можно в ближайшем будущем, в принципе, можно наблюдаться за тем, что Россия активизируется в конкретном месте. Грузия – это самый хороший, так сказать, повод для дальнейшей интервенции российской агрессии. Как вы думаете, это агрессия, где конкретно, вы думаете, может быть, в Трусское ущелье, например, да? Есть вопрос, как вариант. Может быть, это и Трусское ущелье. Лично я думаю, что это будет, скорее всего, для меня личность, это будет компактно населенными регионами Санске-Джавахетти. Может быть, Квеймута-Атлеи. Возможно, как предлог, используется довольно жесткая ситуация в Банкинском ущелье, который сейчас там складывается. Там вариантов много. Может быть, вообще будет абсолютно новый регион напряжения создан, о котором мы даже вообще сейчас не думаем. Что-нибудь вроде защиты молока, которые сохраняют свои культурные особенности. Это как просто, как вариант, какой-то эфемерно. А насчет российских каналов, я думаю, украинский мой коллега может рассказать, как в Украине это поступает с русскими каналами. Ну, в состоянии войны, конечно, мы отключили российские каналы. Дело в том, что проблема очень активная. Откручиваешь каналы, скажем, не демократично. Будут дальше работать, скажем, что... Запретили каналы, запретили каналы. Да, но... Дело в том, что Спутникова... Да, Спутникова, да. Можно создать нападом БиЭПИ, который был альтернативой рост-различной пропаганды, которая висала. Не чтобы этот новый пропагандический канал, но просто альтернатива. Сейчас у нас запрещены сериалы российские, которые по спецназу, про... Исключительно про Львовь. Про Львовь. А насчет ПИГАС, спасибо, что упомянули. Действительно, сейчас в Грузии есть вакуум русскоязычного вещателя фактически нет. Есть сайты, но далеко не все население обладает доступом к интернету или способностью, или желанием отслеживать сайты. Конечно, телевидение нужно. И этот вакуум очень легко... Была попытка заполнить его господином Киселевым, который создавал здесь свой СМИ-спутник. К счастью, он его создать не смог, но он его создал в электронном варианте. Вакуум это рано или поздно заполнится, а вот как он заполнится, в какой направленности будет обещать, или это уже наше дело. А вы знаете, неправильное настроение грузинское правительство звучит какую-то фирму в Грузии, чтобы отбор не дали в большинство указ на вас, слушая, по-русски говорить, не трубку бросая. Ладно, спасибо большое.